Сегодня слова и музыка бессмертной композиции День Победы звучат во всех уголках нашей необъятной страны. Очень многие бойцы использовали её во время выхода на бой, чтобы получить должный настрой. К примеру, Артём Фролов так делал перед победным поединком в промоушене РСС, когда выступал против немецкого атлета Йонаса Бельштайна. А ныне гражданин России, бывший американец Джефф Монсон, в очередной раз поразил всех, выйдя в 2016 году по День Победы на бой в Екатеринбурге. Сегодня мы расскажем вам ещё об одном спортсмене, который часто использовал композиции военных лет для выхода на свои бои. Речь идёт о Николае Каушанскому, уделявшему очень большое внимание тому патриотическому посылу, который он закладывал в свои выступления. Николай выходил на свои бои под священную войну и под прощание славянки. И, собственно, на свой четвёртый профессиональный бой, который прошёл в рамках турнира М1Ч39, он вышел под песню День Победы в том самом исполнении Льва Лещенко. Соперником Николая стал молодой бойец из Франции Терренс Жерар Нагомото, в активе которого значилось несколько побед на чемпионате Франции по бразильскому джиу-джитсу. А также был заявлен профессиональный рекорд из шести побед в восьми профессиональных боях. М1 Глобал презент Реферикет Марко Кройс в Голландии. Вы знаете, дорогие друзья, действительно, кого какая музыка и как настраивает выходить под священную войну, это довольно серьёзная заявка. И очень много говорит о бойце, на самом деле, как о человеке. Плюс, вы знаете, зримо, вот Николаю Куйшанскому, он старшего соперника на 5 лет, 27 лет. Его французский оппонент Терренс Жерар Нагомото смотрится по сравнению с ним вот как внешне подростком. И это при этом трёхкратный чемпион Франции по бразильскому джиу-джитсу. Я не знаю, в каком состоянии находится бразильская джиу-джитсу во Франции, конкретно в основании этого человека. Но, я думаю, здесь понятно. Что, если нелёгкая прогулка, то, по крайней мере, от Николая Куйшанского здесь все, в том числе и это. И мы с вами, зрители в зале, ждут только победы. Ну, здесь такое вот столкновение интересно, что стиль и бразильская джиу-джитсу против боевого самбо. И, что интересно, одного бойца мы очень хорошо знаем, это Николай Куйшанск, который трижды уже бился на турнирах М1 Челленджа, одержал три яркие победы. А вот Тараса Жерар Нагомото мы не знаем совсем. Но это парень, приехавший на замену своему оппоненту, поэтому отважившийся приехать. Такая тёмная лошадка настоящая. Это не стал. Пропустил два-три удара, Николай спокойно отошёл. В принципе, судя по всему понял, что соперник из себя представляет в ударной технике, видимо, ничего интересного. И пошёл его разбивать. Решил не вязаться с ним в партре, потому что рисковать всё-таки с человеком, который является чемпионом Франции по бразильскому джиу-джитсу, не стоит. Но, что усилив, хорошо очень атакует Николай, выбирается в маунт. Вот смотрите, как удаётся перевернуть. Тарас уже Ронагомото его. И попасться в треугольник. И попасться почти в треугольник. Ну... Ну, с плечом, да. Сейчас прихватим ногу. Развернёмся, если удастся, не удастся. И так, да, всё, 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 всё. И сдача, да. Ну, это печально, конечно, зрелище. Которому, в принципе, ничего сделать-то толком и не смог. Причина, ну, первый опыт. Второе, в ударной технике. Мы с вами видели, дорогие друзья, как бы в самом начале, после ударов. Причём пристрелочных ударах. Николай, у них ещё даже маску не вкладывается. Начал закрываться. Удушающий приём. Поверяло лежало. Николай Каушанский. Вопрос из него. Моя реальность. Город Москва. Николай Каушанский. Наши отличные. Наши турецы. Николай, нам показалось, что этот символ очень лёгкая победа. Ты так же не задумывал? Я не задумывал. Я готовился на долгий бой. Но раз уж только получилось, я только рад. Спасибо всем за прекрасный турнир. Спасибо всем, кто мне помогал, моим тренерам, друзьям, близким. Москва, спасибо тебе. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!